Одни преступления раскрывают по горячим следам, другие оказываются более долгими и сложными. Если раньше подобные дела могли расследовать годами, то сегодня их распутывают в два раза быстрее. На помощь следователям и криминалистам приходят современные технологии. Это криминалистическое оборудование и экспертизы, которые помогают увидеть то, что не видно человеческому глазу. В истории, которую мы сегодня покажем, так и произошло. Георгиевск, 2018 год. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Данный преступник, он житель города Георгиевска, проживал на территории, занимался извозом людей, таксовал. Официально нигде трудоустроен не был и не работал. Психическое состояние на момент предварительного расследования у нас выявлено не было. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... здравствуйте женщина здравствуйте есть кто дома у вас здрасте что вы хотели женщина моя хорошая но вы извините за беспокойство они местные проездом здесь стакана воды не будет у вас и на у меня нет воды ну что вам что воды жалко на самом деле у стакана идите куда вы шли куда шел ну что я во дворе что тут у вас умирать буду на самом деле вам это надо скажите сакан воды дайте пожалуйста ну хорошо подождите минуту знать что вы делаете держите воду держите держите же подожди пожалуйста подождите говорю да подождите телефон дайте оставить у вас уходите пожалуйста на чаще с полицию вызову вот тут всякие вовка вот сверка ты что ли я что ли слушай ты видел мужик тут ходил мужик да представляешь такой вот подозрительный тип встречался мне в окно я выглянула смотрю бородатый кудырявый попросил воды вот так настойчиво стучал я так испугалась что ему воды вынесла дала видел дабы был мужик то ладно к тебе тоже стучал на воды попросил я его выпроводил слушай он мне еще хотел телефон оставить гормонов и телефон оставлю да странно я его вообще впервые видела а ты знаешь его не вот уже первый раз видео давай стой здесь я сейчас выйду пройдусь посмотрю ну давай я к себе пойду а ты постучи сми ну только это скажи что это а ты да хорошо женщина женщина помощь нужна цвета цвета цвет что вызывай скорую я полицию буду вызывать господи боже данное преступление было совершено в 2018 году обстоятельства преступления была обнаружена женщина на территорию за территорией стадиона города георгиевска по приезду скорая установила что данной гражданке был введен неустановленный предмет в организм в ходе экспертизы было установлено что данный предмет имеет гладкую поверхность диаметром 3-4 сантиметра и длиной 30-40 сантиметров каким возможно может быть резиновая дубинка ну или что-то на это похожее дмитрий евгеньевич есть вот тогда улика маленькая какая есть выглядит как будто это с мужской кофты остальные улики зафиксировал женщины просто еле живая сделаю экспертизу биологического материала под ногтями это верно если она сопротивлялась вероятнее всего хваталось за преступника спасибо игорь а и да игорь как будут результаты готовы вы мне сообщить сделаем здрасте старший следователь дмитрий мельников здравствуйте здравствуйте вы пострадавшую знаете не не знаю первый раз видела и сегодня была ситуация возле моего дома был подозрительный мужчина возможно на как-то связано с сегодняшним происшествием а в чем подозрить он ломился ко мне в дом стучал в окна я так испугалась но не все окно а что он хотел он хотел воды просил воды причем его вам просил и у меня ему вынесла стакан адреха подальше и быстро закрыла ну я его выпроводил с незаконными людьми общаться не хочу это верно описать можете его а я могу описать он был невысокого роста мужчина у него были кудрявые волосы длинноватые была борода черная такая небольшая борода он был одет в темную одежду темные брюки острая была на нем рубашка и немножко был приоткрыт город светлана сможете помочь составить фоторобот да конечно отлично собирайтесь поехали по горячим следам получив сообщение о совершенном преступлении в отношении гражданки незамедлительно выехал следственная оперативная группа составе следователя следователя криминалиста также эксперта криминалиста и оперативных сотрудников отдела мвд по приезду на место был проведен тщательно осмотр места происшествия в ходе которого были изъяты предметы там пуговица была обнаружена также были изъяты образцы почвы смывы с трансформатора по всем данным предметам было назначено назначен ряд экспертиз геноскопических а также фрагментов там пакетов были дактилоскопических экспертиз дмитрий егенич добрый день добрый день какие новости новости у нас две пришли результаты заключения днк совпадение не найдет вторая новость пришли результаты из больницы до женщина конечно страдалась и убили с такой жестокостью что практически отбили все внутренние органы врачи сказали что возможно она будет инвалидом лично женщина установлена до лидия васильевна савельева 45 лет я попробую с ней поговорить может она помнить то это сделал игорь смотри это фоторобот ты его с собой возьми и поезжай во двор к ним осмотри там все внимательно посмотри ручки двери посмотри рамы оконные может где-то пальчики свои преступника оставил и игорь ориентировочку разошли всем хорошо понял выезжаю потерпевшая долгое время не приходила в себя не могу указать точно с какой период но придя в себя она не помнила о происходящих с ней ситуациях до того момента пока с не вот это все не случилось все что было до этого момента она все помнила а потом просто вот так как право в памяти следственный комитет старший следователь дмитрий мелехов вы дочь правильно понимаю да все верно понял так ну дело в том что я веду это расследование мне вашей матери нужно задать несколько вопросов с вашего позволения попробуйте но она ничего не говорит лидия васильевна вы меня слышите вы можете рассказать кто это сделал с вами кто на вас напал лидия васильевна нам поможет абсолютно любая информация вы его знаете мне плохо в ходе проведенных экспертиз у нас был выявлен генотип неустановленного мужчины из-под ногтевого содержимого потерпевшей который в последующем и помог нам раскрытие именно данного преступления врачи сказали что у нее сотрясение головного мозга до такой степени что она потеряла память и она ничего не помнит даже меня этот монстр изнасиловал мою мать но не прямым самым низким и подлым способом из-за него теперь моя мать прикова на кровати и она теперь инвалид мы его обязательно найдем как только у нас появятся улики или какие-либо хотя бы зацепки пообещайте что вы его найдете и точно посадите я послушайте мы сделаем все что в наши силы хорошо и если ваша мама что-то скажет позвонить хорошо хорошего дня спасибо таким образом у нас имелось представление о преступнике как о человеке скажем белокожий волосы черные большая борода черная и у с этим учетом по приезду на тот адрес преступника мы также поспрашивали соседей там кто-то родственники там из этих соседей его когда они его видели последний раз когда он побрился на что они сказали что видели его как бы каждый день и что он уже давно как бы не бритый бритый здесь вот связи с этим у нас отпала как бы версия что данное преступление могут совершить данный гражданин к сожалению несмотря на приложенные усилия правоохранителей поймать преступника по горячим следам не удалось однако спустя год после этих событий произошел другой случай который пролил свет на личность злоумышленника девушка вы такси ждете здравствуйте да поехали все данная гражданка об один из определенных дней до написания заявления об ее исчезновении она находилась в определенном месте с определенным человеком данный человек был установлен и был допрошен также были проведены мероприятия с ним которые положительные результата следствия не принесли в итоге данный гражданин пояснил что после их не встречи она ушла определенном направлении почему такая красивая девушка грустит кто я здесь больше не вижу красивых девушек только одну ой да ладно прям так наверное с мужем поссорилась до да если бы он был как вот такой красавицы нету мужа в том-то и ирония что не везет мне в любви хотя зовут меня любовь любовь такое замечательное красивое имя легкая воздушная а мне ренат зовут приятно познакомиться заинно любовь тут и не расстраивайся обязательно встретиться мужчина на твоем пути обязательно будет ой я уже устала ждать все мои подружки уже замужем с детьми он одну муж забрал сегодня с кафешки а я не свиданий не романтики вообще ничего интересного в жизни не происходит слушайте любовь у меня и замечательная идея я могу вам показать красивое замечательное место не свидание конечно но красота там такая что умереть и не встать да где-то здесь недалеко минут десять ехать поехали поехали далее они выехали в сторону города новопавловска где в одном из мест отдаленных от дороги поля и там возле поля имеется растительный канал вот они став возле него безлюдное место не проезжающие там люди не проходят остановились и какой-то у них был разговор ну мы все приехали мы на месте какая красота посмотри пойдем посмотрим пойдем ну как тебе здесь красиво я же тебе говорю чтобы красиво ты чем занимаешься вообще расскажешь то я просто так по хозяйству а ты чем занимаешься то я таксую периодически езжу туда-сюда бывает а ты женат нет но есть ребенок а почему разошлись слушай ну я не очень люблю об этом говорить но вот как знаешь говорят не сошлись характером да вот что-то вот не поделили такое бывает и как-то знаешь может уже пора домой куда когда мы да ты знаешь уже прям очень холодно я думаю что надо уже вернуться в город домой здесь очень красиво но если хочешь я могу дойти сама заказ как же заказ чего приехали сюда зачем объяснил пожалуйста нет правда тебе спасибо что ты вывез меня но я думаю что я могу дойти подожди подожди есть еще продолжение можем согреться и различивались как раз хочешь ты не зато меня принял да какая не то ну а вот я сейчас буду кричать тут же романтики я сейчас вызову полицию я буду кричать да не трогай не трогай не трогай а по психическому состоянию преступника на момент совершения преступления было установлено и доказано проведенная психиатрическая экспертиза что он на момент совершения преступления понимал осознавал и руководил своими действиями также в ходе следствия было у нас если оперативным путем и следственным путем установлено что данный гражданин склонен и употребляет наркотические вещества мужчина работал в такси на арендованном автомобиле и на следующий день после убийства женщины он решил зачистить следы и отдал машину хозяину сказав что больше не будет таксовать так как уезжает из города на длительное время правда буксировочный трос и автомобильный ключ с каплями крови жертвы зачем-то оставил в багажнике позже они станут прямыми уликами в это время родственники женщинам безуспешно пытались ей дозвониться и спустя пару дней обратились в полицию заявлением о пропаже человека их самые страшные опасения подтвердились тело было найдено спустя 11 дней после совершенного преступления том месте где у нас были последние биллинги и и после установления последнего соединения проводили осмотр и тщательность с применением криминалистической техники квадрокоптерами территорию осмотрели но на тот момент положительно у нас ничего не было через два-три дня после последнего осмотра данной территории они проводились неоднократно рыбаками было обнаружено тело получается между проезжей проезжей частью и оросительным каналом там кустарники в кустарниках они по запаху почувствовали запах и начали идти 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 и как бы дошли до трупа таким образом был обнаружен ее труп дмитрий геевич добрый день добрый день есть информация по нашим подозреваемым отлично игорь какая помните прошлогоднее дело по изнасилованию да я помню его так вот все это говорит о том что совершал эти преступления один и тот же человек и этот человек наш задержан поехали на допрос в ходе следствия мужчина вел себя крайне агрессивно несмотря на собранные доказательства и результаты экспертиз был не согласен с предъявленными обвинениями на одном из следственных действий преступник порвал процессуальные документы замахивался кулаками на следователя и даже угрожал ему заказным убийством все это усугубило его положение добавив еще одну статью 296 преступления были соединены в одно производство приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 120 тысяч рублей ваше время Редактор субтитров А.Семкин